Не менее 17 человек, включая двоих подростков, погибли в бедных сельских районах на юге Перу, где сохраняют верность отстранённому левому президенту Педро Кастильо. Здесь после короткого затишья возобновились антиправительственные протесты, начавшиеся в декабре. Самое жёсткое столкновение с полицией вспыхнуло в Хурьяке, недалеко от озера Титикака. Протестующие попытались захватить аэропорт. Они обстреливали правоохранителей из самодельного оружия, также закидывали их камнями, используя рогатки. Полицейские были вынуждены применять огнестрельное оружие. Протестующие требуют досрочных выборов, а также освобождения Педро Кастильо. Экс-президента арестовали по обвинению в попытке госпереворота и злоупотреблении властью. 7 декабря Конгресс Перу в третий раз вынес на обсуждение вопрос об импичменте главе государства в связи с обвинениями в коррупции. В ответ Кастильо объявил о распуске Конгресса, но импичмент ему всё равно вынес. После чего отстранили от власти. Обязанности главы государства взяла на себя вице-президент Дина Балуарте. Сторонники Кастильо вышли на демонстрации. В их числе общественные организации и коренные жители, которые придерживаются левых и ультралевых взглядов. Балуарте пошла навстречу протестующим и согласилась перенести всеобщие выборы с 2026 года на апрель 2024. Это одобрил и Конгресс. Но беспорядки продолжились. Протестующие блокируют дороги, поджигают здания и врываются в аэропорты. Затишье было только в рождественские и новогодние праздники. «Есть раненые полицейские. Также умер ребёнок, которого не смогли доставить в больницу, потому что дорога была перекрыта. Я только что узнала, что в Пуно погиб мирный житель». Протестующие также требуют распуска Конгресса страны и созыва учредительного собрания. Некоторые демонстранты объявили себя повстанцами. В ходе беспорядков уже погибли 39 человек, сотни пострадали.